Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сбитые два пешехода, инспекторы ищут виновника ДТП. С ними жизнь комфортнее, профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ. Счастливы в танце, первый инклюзивный бал на Кубани. А сейчас обо всем подробнее. Бюджет запрограммировали, а власти курорта делают акцент на целевые программы. На условиях софинансирования Анапа получает средства из федерального и краевого бюджетов на решение злободневных проблем. Стратегию формирования городского бюджета поменял Сергей Сергеев. Начиная с 2013 года глава Анапы поставил задачу максимально участвовать в федеральных и краевых целевых программах. И в 2015 году, учитывая опыт и возможности нашего города, мы должны с вами максимально принять участие в тех программах, которые нам выгодны, которые дают возможность решать социальные вопросы и по реализации этих программ улучшить качество жизни нашего населения. Дорожное хозяйство, строительство социальной и коммунальной инфраструктуры. По всем проблемным направлениям поданы заявки. Как результат – реализация дорогостоящих проектов. Например, строительство 950 метров водопровода, который увеличит пропускную способность сетей водоснабжения по Пионерскому проспекту. В настоящее время этот объект уже включен на строительство в 2015 год. Сумма его реализации – 253 миллиона. В настоящее время по этому объекту проектно-смертная документация выполнена в полном объеме. И мы сейчас в городе Москве, главгосэкспертизы России, проходим экспертизу. Условия софинансирования по отдельным программам как подарок. На 5% средств из местного бюджета край или федерация выделяют своих 95%. Инспекторы ДПС ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 11 марта около 20.00. На автодороге Анапская-Гостогаевская на промежутке в 1 километр между воинской частью и цехом по производству стройматериалов водитель сбил двух пешеходов. Один скончался на месте, другой находится в больнице. Водитель с места ДТП скрылся. Автомобиль предположительно серебристого цвета. Марка ВАЗ-2114 или 2113. Просим граждан, которые имеют какую-либо информацию о происшествии, а также имеющие видеорегистраторы в своих автомобилях, и на них имеется какая-то информация для раскрытия данного преступления, связаться с дежурной частью роты ДПС Анапа по телефону 330-02. Жизнь курортного города трудно представить без стабильной круглосуточной работы жилищно-коммунального хозяйства. Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимали работники ЖКХ и бытового обслуживания. Третье воскресенье марта объединяет всех тех, кто делает нашу жизнь комфортной и спокойной, кто берет на себя заботу о быте и благоустройстве города. А это более 5000 человек. Почетными грамотами награждены лучшие. Есть такая хорошая песня «Погода в доме». Так вот, погода в доме зависит от всех вас, сидящих здесь. Это и вода, это и улыбки, будем говорить, зеленое хозяйство, и чистота. Приятно ходить по улицам сейчас и видеть чистоту. Все это делается благодаря вам. С корабля на бал. Николай Сарпулов, как всегда, утром пришел на работу. И тут его ждал сюрприз. Поздравление от заместителя главы. О таком он и не догадывался. Работает более 40 лет. Профессию выбрал не случайно. Любит электронику и физику. Наладчик электроники и контрольно-измерительных приборов он замечательный. Я лично, собственно говоря, пришел на работу. И мне сказали, собирайся. И я, как говорится, с рабочего места сел в машину, мне привезли. Ну какие радости могут быть в работе. Сделал хорошо, доволен. Ну вот и в душе, как говорится, и радостно. Мы ждем от работников этой сферы именно такой работы. С любовью и душой искренне поздравляем с праздником и знаем точно, вы меняете наш город к лучшему. В лето под обновленными парусами цветочная композиция алые паруса на некоторое время исчезла с набережной. Один из символов курортного города ждет реконструкция. Остав Парусника сначала освобождают от комьев земли с помощью бранцбойта. Только тогда специалисты смогут восстановить сгнившие части конструкции. На обновление корабля уйдет примерно месяц. К курортному сезону любимый и нашими жителями и гостями Анапы корабль вернется на набережную. Своеобразную вертикальную цветочную клумбу, уже измененную, поставят на то же самое место. Было принято решение, было наше предложение сделать деревянный корпус корабля, также оформить наверху цветочную палубу. Будут заменены сами алые паруса. Незаконные разрытия, черные пятна на карте города. Специалисты управления муниципального контроля уже выявили более полусотни таких нарушений. Наказание, внушительные штрафы. Незаконно, значит в первую очередь небезопасно. На улице Шевченко возле первой школы срок разрешения на разрытие истек. Сотрудники предприятия не проводили работы, но и газон не огородили. Шестиклассники здесь играли в этой яме, играли в войнушки, во что угодно, в мячики туда попадали. Специалисты управления муниципального контроля выявили нарушения. Проинформировали руководителя предприятия об административной ответственности. И в течение 15 минут разрытие засыпали. В ходе мониторинга территории муниципального образования города, на улице Шевченко было выявлено незаконное разрытие муниципальной территории. На данный момент разрытие устранено. На улице Астраханской, 37А, жильцы решили сделать еще одно парковочное место возле дома и уничтожить газон. Самовольно разрыли тротуар. За нарушение правил благоустройства анапчане заплатят штраф. Если вы запланировали определенный вид работ, связанный с разрытием, вам необходимо обратиться в управление архитектуры и получить проект благоустройства прилегающей территории. По каждому факту нарушения подобных ситуаций будет составлен протокол и передано рассмотрение в административную комиссию для рассмотрения. Все работы по благоустройству территории общего пользования необходимо согласовывать. В управление архитектуры и градостроительства представить документы, подтверждающие право собственности на участок и топосъемку. И через одну-две недели проект будет готов в соответствии со строительными нормами и правилами малоэтажного жилищного строительства. И вот новости, которые запомнились анапчанами гостям курорта за минувшие 7 дней. Сокращение очереди в детские сады – главный вопрос в повестке дня на совещании, который провел губернатор Кубани Александр Ткачев на этой неделе. В Анапе решение детского вопроса на личном контроле главы курорта. Дорожная карта по ликвидации очередности в дошкольные учреждения в Анапе действует второй год. Реконструкция, капитальные ремонты детских садов и строительство модульных пристроек идет не только в городской очерте, но и в сельских округах. Свой профессиональный праздник отметили работники органов наркоконтроля. За последние два года изъято свыше 50 килограммов наркотических средств, пресечена деятельность 15 организованных групп, занимавшихся распространением наркотических средств и психотропных веществ. Совсем недавно наркополицейские задержали еще одну группу сбытчиков. С помощью интернета они продавали запрещенные вещества. Преступная группа имела хорошую конспирацию. На протяжении 7 месяцев работал весь отдел. Изъяли большое количество наркотических средств. О том, как город воинской славы готовится к празднованию 70-летия Великой Победы, губернатор Кубани доложил глава Анапы. Главный для нашей страны праздник пройдет на высоком уровне, заверил Сергей Сергеев. В торжественном прохождении войск в День Победы в городе воинской славы Анапе будут участвовать около 800 человек. 15 парадных расчетов от Института береговой охраны, Ратирийского полка, 7-й воздушно-десантной дивизии, Анапского районного казачьего общества. Трансляция парада будет идти по каналам системы оповещения гражданской защиты населения в сельские округа. Спорту массовость 11-й год. Подряд в Анапе проходит спортакиада трудящихся в рамках краевой программы развития массового спорта. В этом году спортакиада посвящена 70-летию Великой Победы. Соревновались в военно-прикладном многоборе команды районных спортивных школ, сельских округов, вузов. И доказывали своими результатами, что спортом важно заниматься в любом возрасте. Детский сад Буратино в хуторе Красный Курган начал свою работу. Каким был первый день хуторской детворы в новом садике, узнал наш корреспондент. Для 100 ребятишек хутора Красный Курган сегодня началась новая жизнь. По расписанию. Это первый такой детский сад в Анапском районе, где с помощью специальной мебели можно оптимизировать пространство и обойтись без оборудованных спален. А значит разместить на порядок больше детей. Новая кухня наполнилась ароматами. Дети кушают с аппетитом. Пищеблок, оборудованный современной техникой, позволяет готовить полезную для малышей еду. Даже в таком большом помещении тепло. Собственная газовая котельная работает в автоматическом режиме. Пока взрослые думают о комфорте и безопасности, маленькие обитатели нового сада привыкают к новой взрослой жизни. Большое внимание безопасности. Обеспечивается круглосуточная охрана детей. Вход строго по пропускам. Едское учреждение, одно из немногих в Анапе, оборудовано самой современной системой пожарной безопасности. Но самое главное, мамы малышей могут наконец-то выйти на работу. У самих малышей началась насыщенная жизнь. А у коллектива детского сада появилось прекрасное место для работы. В день православной книги на специальной выставке можно перелистать страницы редких книжек. Дата приурочена ко дню издания первой на Руси печатной православной книги «Апостол Ивана Федорова». Выставка, посвященная этому празднику, прошла в городском Доме культуры. Каждый посетитель ознакомился с духовной литературой. Пообщался с представителями православной церкви. Были представлены издания как редкого фонда, так и новые писания. О важности духовной литературы для каждого из нас рассказал отец Александр. В мире много пошлости, много зла, много неправды. А книги православные несут свет, несут истину, несут спасение для человека. А для православного слово спасение немаловажное, а ключевое понятие. И в продолжение темы хутор «Красный курган живет полной жизнью». Для малышни открыли новый детский сад. Полным ходом идет строительство храма в самом центре хутора. По проекту высота церкви 16 метров. Золотые купола белого храма будут виднеться отовсюду. Строительство началось три года назад. Место разрушенного и запущенного здания. Постройки снесли и на фундаменте выстроили белые стены нового храма для прихожан не только Красного кургана, но и всех окрестных хуторов и станиц. Мы написали бумагу на депутата ЗСК, господина Верстунина. Тот, естественно, посодействовал. И вот, как вы уже видите, что вместо мусора и хлама возносится храм. Население у нас православное и относится с пониманием. Средства на строительство собирали все вместе. Депутат Верстунин, районное казачье общество и хуторяне, кто сколько мог. Новая церковь получит название «Храм районного казачьего общества» в честь Иверской иконы Божьей Матери. Именно эта икона на протяжении 20 лет покровительствовала казакам хутора. Иверская Божья Матерь или Вратница установлена у Анапского аэропорта. Встречает и провожает приезжающих на отдых детей. Храм выстроили, ведутся отделочные работы. Заказаны колокола. К строительству подключат новый фонд. На совете общественности мы приняли решение о создании фонда, где будут активное участие принимать казачество, общественность, предприниматели, депутаты. Этот фонд будет ориентироваться с его помощью. Будем ориентироваться на патриотическую составляющую нашего округа. Развитие казачества. Потому что у нас нужно активно развивать. В школе мы открыли казачий класс. И развитие храмов, те, которые строятся у нас активно. Храм станет местом отдыха хуторян. Благоустроить территорию вокруг него уже заказан проект ландшафтного дизайна и нового парка. В начале мая даже в недостроенном здании святилища начнутся службы. Впервые в историю Кубани состоялся инклюзивный бал. В федеральном детском центре смена собралось более ста участников. Девушки будто сошли с обложек журналов. Парни облачились в смокинге. Звучит классическая музыка. Смена окунулась в эпоху романтических свиданий и балов. Это уникальный проект. Благодаря систематическим занятиям бальными танцами осуществляется комплексная социальная реабилитация человека с инвалидностью. Ребята в течение недели учились танцам, чтобы удивить зрителей. Выступало более ста человек. Вальс, педетруа, катильон и танго. Движение каждого надо запомнить. И как полагается, выбрали королеву бала. Просто веселье, просто бал. И, мне кажется, для каждого здесь это настоящее чудо. Милана Герасимова сравнивает себя с Наташей Ростовой. Это первый бал в ее жизни. Но не последний, надеется она. Я очень сильно волновалась. Прошу кавалеров разместиться лицом по танцу. Красилась, готовилась. Я надеюсь, что у меня очень много баллов. Инклюзивный танец – это когда человеку с ограниченными возможностями неограниченные возможности в гармонии танца дарит волонтер. Сегодня эти люди сделали первые шаги к участию во всероссийских фестивалях. И шаг навстречу к себе. Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте. В студии Наталья Змызгова в эфире прогноз погоды. В субботу погода будет похожа на строптивую красавицу. Утренний дождь, северо-восточный ветер, прохладно и пасмурно. А днем ожидаются прояснения и в дневные часы воздух прогреется до плюс 14. Вот такая она приморская весна. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Если доверять свое зрение, то профессионалам клиники ТРИЗЕ. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти в нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи. Всего доброго. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин